Один человек скончался. Это уже седьмой случай летального исхода от коронавируса на территории региона. Выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На учёте в Управлении Роспотребнадзора состоит 218 человек, близко контактировавших с заболевшими. Телеканал «Север» провёл пресс-конференцию для региональных средств массовой информации на тему заболеваемости коронавирусом в регионе и вакцинации населения. На вопросы представителей СМИ ответили заместитель губернатора Ненинского автономного округа, руководитель аппарата администрации Андрей Блащинский и руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина. Они рассказали, что в округе от ковида привились более 10 600 человек. Из них завершили вакцинацию около 9 000. Привиться от коронавирусов можно в поликлиниках Наринмара и посёлка Искателей, в медучреждениях, в сельских населённых пунктах. В регионе в наличии есть три вакцины – «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Кови-Вак». Вакцинироваться можно любой из них при отсутствии противопоказаний. Какая из этих вакцин пользуется большей популярностью среди населения? Изначально все вакцины пользовались только на лицах до 60 лет. Сейчас все вакцины разрешены лицам старше 60 лет. Те лица, которые имеют хронические заболевания, с ними детально прорабатывают вопросы доктора. То есть выбор идёт, исходя из основного статуса. То есть какого-то предпочтения, я не скажу, что кто-то что-то конкретное выбирает, да, вот прям, только это, никакое другое. Всё исходит из исходного состояния. Все вакцины востребованы у нас каждый день и «Спутником» прививаются, и «Эпиваком», и «Кови-Ваком». Как отмечают специалисты, темпы вакцинации увеличиваются. В прививочных кабинетах вакцинируется в среднем по 65 человек в день. За весь период прививочной кампании регион получил из Федерального центра порядка 17 тысяч комплектов вакцин. На сегодняшний день препараты в наличии в достаточном объёме – порядка 6 тысяч комплектов. Участие в пресс-конференции смогли также принять жители округа, которые задавали свои вопросы в социальной сети ВКонтакте. Один из вопросов касался достоверной официальной статистики по заболевшим. Как сказала Елена Левина, с начала пандемии в округе зафиксировано 1200 случаев заражения ковидом. 1134 человека выздоровели. Умерло 7 пациентов. Из тех лиц, которые имели вакцину и заболели, на сегодняшний день их 43 человека, 9 из них получили стационарное лечение, все остальные в лёгкой форме перенесли заболевание в амбулаторном режиме. Из тех лиц, которые заболели и получили стационарное лечение, это те лица, которые прививались в более ранний период. Это лица, которые у нас вакцинировались в первую поставку вакцины в октябрь месяц. У них уже прошел период 6 месяцев, иммунитет пошел на снижение. И заболевали те лица, которые сделали первый этап вакцины и поймали инфекцию. Среди вакцинированных умерших у нас не зафиксировано. Темпы распространения инфекции в округе набирают обороты. Если в мае было выявлено только 14 случаев заболевания коронавирусом, то в июне уже порядка 100. Вакцинация – это единственный способ остановить распространение инфекции и сохранить здоровье. «Прививочная кампания идет еще с Советского Союза, кто помнит. Здесь ничего нового никто не придумал. Мы всегда прививались. Ребенок рождается, прививается от оспы, от кори. Эти прививки всегда идут. Но почему-то коронавирусную инфекцию решили возвести в статус чего-то инопланетного. Мы всегда прививались. Это всегда было. Ничего нового не происходит». Напомним, записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг либо в своей медицинской организации. По субботам вакцинироваться можно без предварительной записи в городской поликлинике и поликлинике поселка Искателей.